Вооруженные силы Украины до конца года получат уникальные австралийские антидроновые системы «Слингер». Первая партия из 10 установок будет поставлена в ближайшие месяцы. Они уже готовы к отправке, как сообщает издание ABC News. Главное, что следует знать об этих австралийских системах, которые мы получаем в качестве американской помощи, это то, что они значительно снижают стоимость сбития вражеских беспилотников. И они чрезвычайно точны и мобильны, так как могут быть установлены даже на пикапы. Вот что заявил представитель командования вооруженных сил Украины Юрий Игнат в прямом эфире телемарафона. Слингер создан на базе 30-мм пушки М230ЛФ и пулемета МАГ-58. Системы оснащены тепловизионными и ночными прицелами. А 30-мм пушка подходит даже для поражения транспортных средств и других воздушных целей, таких как вертолеты. Но главной задачей «Слингера» называют беспилотники, которые малы по размерам и считаются сложной целью. Поэтому и боеприпасы для «Слингер» особенные. Он должен быть разрывным, должен быть снаряд, как у «Гепарда», должен создать хмар вражающих элементов, которая 100% просечит беспилотник, и он будет уничтожен. Несмотря на такую высокую эффективность, стоимость боеприпасов для «Слингер» в сотни раз меньше стоимости ракет, с помощью которых включительно сбивают беспилотники в Украине сегодня. Как отмечает производитель «Слингер» вице-президент компании «ИОС» Мэтт Джонс. Попадание по вражескому беспилотнику с использованием «Слингер» обойдется от 100 до 1500 долларов, а стоимость всей установки «Слингер» превышает 1 миллион долларов. Судя по словам руководителя «ИОС», «Слингер» буквально разработаны под нужды Украины. Цитирую. «Мы наблюдали массовое распространение угроз от беспилотников в Украине. Проблема заключается в том, что типы систем, которые вы используете сейчас для борьбы с беспилотниками, слишком дорогие, чтобы победить дрон стоимостью 10 тысяч долларов или даже тысячи долларов». Конец цитаты. Напомним, что впервые о поставке 160 комплексов «Слингер» в Украину компания «Электрооптик Системс» заявила в конце августа. Продолжение следует...